Евгений Федоров с нами, Илья Шаблинский, член СПЧ по развитию гражданского общества, правым человеком. Илья Георгиевич, давайте с вас начнем. Вы не улыбаетесь, хотя сегодня праздник. Вы как-то уж слишком грустны. Вы грустны? Как? Это так кажется. Для вас праздник сегодня? Да. Сегодня день Конституции. Вот почему мы все и собрались и хотели более детально этот вопрос обсудить. Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. Начинается документ. Я хотел бы спросить и вас, и вас, а в чем наша общая судьба? Чем мы сегодня соединены, Илья Георгиевич? Историй, прежде всего. В прошлом? Да, в прошлом, прежде всего. Судьба – это не прошлое, это будущее. Нет, все вместе. Те, не знаю, миллиард россиян, которые участвовали в войнах, которые строились, ели, пахали, которые были крестьянами, были дворянами, они тоже вместе с нами мысленно в этот момент. Вы нас все просто обращаете. А мы, вот, чем мы, куда мы движемся, почему мы вот соединены все, почему мы вообще вместе? Почему мы все вместе, и почему нет повода нас разъединить? Что нас обединить? Нас, якутов. В настоящее время нас обедняет язык, территория, законы, конституции. А вот там дальше немножко прочитайте. «Осознавая себя частью». «Исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших, тыр-тыр-тыр, возражая суверенное государство, с Россией, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством». А где она была? Вот именно, возрождая. Как это понять? Мы что, родились в 93-м году? Вот-вот начали смотреть суть конституции. Конечно, логика конституции не в том, что там нас что-то объединяет, в том, что мы родились 25 лет назад, и вот сейчас мы такие маленькие смотрим на 300-летнюю Америку, как на Большого Папу, который нам рассказывает, и там сказано «Осознавая себя частью этого самого Большого Папы». «Осознавая себя частью мирового сообщества». «Подчиненной частью», естественно. Нет, такого там не написано. Но это же понятно, по смыслу. Это непонятно. Потому что ни в одной конституции мира нет осознавания себя, своего народа, частью какого-то большого сообщества, которому, естественно, надо подчиняться. Но если это часть малая, а часть большого, то, естественно, это посыл подчинения. И дальше подчинение расписано в статьях Конституции. Уже конкретно, как подчиняться. То есть, кто у нас начальник? Это типичная колониальная конституция оккупированного государства. Я не знаю, Германия – часть мирового сообщества, Америка, Германия – часть мирового сообщества после 9 мая 1945 года. Каждое государство Европы, нового, старого света – это часть мирового сообщества. Не каждое, а только государство, а именно Австрия и Германия, которые проиграли войны, оно так там у них не записано. У них написан аналог нашей 15-й статьи, что они подчиняются международному праву. Это типичная акта капитуляции государства в войне. И та и другая формулировка появилась и в Германии, и в Австрии по итогам Первой мировой войны в вагоне подписания акта капитуляции. То есть, это было условие неввода войск оккупационных на территорию Германии и Австрии. Поэтому это чисто в Конституции прописано, что мы являемся подчиненной частью, то есть, оккупированной территории. Ну, это полная ерунда, но я даже не надо с этим спорить вообще. Нет, давайте будем спорить. Смотрите, вот два момента, которые заставляют задумываться о том, чтобы менять, чтобы переписывать какие-то статьи. Это международный приоритет, первое, но и причиненность нашего Центробанка вовсе не нам. Нет, идеология, 13 статья полномочия президента, и там еще целый вопрос. Очень подробно. Давайте уж тогда по статьям прямо идти. Очень подробно. С какой начнем? 13-15. Очень подробно. 13-я статья в Российской Федерации. Можно я закончу? Сейчас, давай туда. Очень подробно. Это ерунда, как вы изволили выразиться, прописана в статьях главы Следственного комитета Бастрыкина, который называет эти статьи, 15-ю статью, диверсии, правовой диверсии против российского народа и государства. И подробно это расписывает. Я понимаю, что это ерунда, но глава Следственного комитета, первый зам генпрокурора, значит, ерунду говорит, по вашему мнению. Юрист, который правоприменитель, у которого вообще-то все люди, которые в тюрьмы едут, они идут через это ведомство. Я думаю, он ошибается. Давайте с 15-й, когда начнем, раз уж тут пошли к ней претензии. И ошибается, как люди, как всякий человек может ошибаться. Давайте тогда, прежде чем вообще начнем, вот это постатейное, объясните, мы-то здесь спорим и часто в дискуссиях. Но дело в том, что к нашему спору не могут подключиться американцы. У нас часовые пояса, мы не можем. А они у себя на официальном правительственном портале usid.gov на английском языке, в портале «Работа по России» пишут, что они написали Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Земельный кодекс, Гражданский, по-моему, там какой-то первый раздел или какой-то еще. Это кто написал такое? На сайте usid.gov, я могу открыть, у них это висит. Это их отчет для своих сограждан по той работе, которую я вам сейчас скажу. Они могут там написать, что вы женщина. Мы в это поверим? Это просто тоже действительно полная ерунда. Я хорошо помню, как готовилась Конституция. То есть, американцы врут. Но тот, кто это написал, я не знаю, но это фантазия. В господинском форуме США это написано. В господинском форуме врет. Я, во-первых, не верю, что там такое написано и такие формулировки. А потом, если такие формулировки, то это полная фантазия. Но вообще-то я помню, Ельцин сказал, что с ними согласовано. Мы обсуждаем Конституцию, смысл ее, статьи ее. Нам надо понять, кто ее писал. Кто участвовал? Кто участвовал? Нет, а вообще, а в чем возражение? Ну, действительно, Россия, Советский Союз проиграл войну. Естественно, как любая проигрыша. Какую войну проиграла? Войну холодную. А вы что, забыли, как мы в школах учились залезать в подвалы и прятаться в случае единого взрыва? Я помню. Ну, с другой стороны, они тоже учились. Да, ну, естественно, война была. В эту войну мы проиграли. Но это была идеологическая война. Как и дело, я в Афганистане был в элементе войны, рядом со мной погибали товарищи физически на этой войне. Какую, вы говорите, идеологическая война? Во Вьетнаме было погибших больше миллиона. В Корее было погибших 3 миллиона. Идеологическая война. Полномасштабная война. Илья Георгиевич, давайте просто, чтобы, значит, смотреть. USAID в переводе это называется агентство США по международному развитию. Слово развитие, а не так. Это центральный орган государственного управления Соединенных Штатов, государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Ну, мы видим, как помощь оказывается. Вы английский язык же хорошо знаете. Вот, давайте прочитаем. USAID in Russia. Я вам сейчас выделю конкретные области. Подождите, я сейчас. Давайте, конечно, то, что мы наберем. Клонно. Вот, переводите. Что они говорят в отчете своим налогоплательщикам? Это их официальный сайт, государственный. Помогало в подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки помогали. Нет, USAID. Ну, USAID, государственное учреждение. Помогало в подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Гражданского кодекса и следующего обзора. Налогового кодекса. И там дальше еще рул. Я не знаю, что они имеют в виду, честно говоря. Может быть, какие-то их эксперты привлекались. Американцы. Надо расследование запустить по этому поводу. Официальное, на уровне Генпрокуратуры. Или кто бы сказал, а американцы врут или не врут. А какое здесь преступление? Нет, ну мы для всех хотим знать. Я думаю, может быть, какие-то... Я точно не помню, но какие-то американские, может быть, эксперты привлекались. Давайте так. Мы вам сейчас дадим 5 минут на то, чтобы вспомнить. По статье. И через 5 минут как раз, может быть, вам и вернется в памяти. А сейчас у нас новость впереди. Туда, где нас ждут. Домой. Да, итак, День Конституции. Евгений Федоров, Илья Шаблинский. Не будем напоминать. Праздник основного законного государства, где действует только закон смерти и готения. Пишет 58-й, видимо, так. Конечно, помогали с Конституцией, пишет 61-й. Лучше доработать шаблон, чем новую, создавать неизвестно. Были бы ли у нас те танки, которые сейчас есть, не доработали трофейные и так далее. Давайте пойдем по статьям. Подожди, может быть, вдруг мы же договорились, что Илья Георгиевич вспоминает 5 минут о помощи Соединенных Штатов. А, о помощи Соединенных Штатов. Нет, не вспомнилось. Ну, президент, помните, говорил... Я помню немецкого эксперта Алекса Бланкенагеля. Вот это я могу вспомнить точно. Он точно был. Он был крупнейший консистеналист из Германии. Из Америки. Просто не вспомню никого. Евгений Алексеевич, почему... Вот смотрите, и президенту сейчас, мы сейчас с вами тоже вспоминали, неоднократно, в том числе и на высоком уровне, и депутаты, и вот Бастрыкин пишет о том, что нужно проводить изменения в Конституции. На ваш взгляд, почему люди проголосовали за Конституцию, когда, в общем, то есть... Ну, Конституция была... Конституция, во-первых, в Конституции было спрятано тезис о ликвидации Советского Союза на тот период времени. Он был спрятан в переходных положениях о ликвидации Конституции Российской Федерации. Это проекты, да, которые были? Ну, проекты, за которые голосовали. Переходное положение. В 93-м. Да, в 93-м. То есть люди не поняли, что они ликвидируют Советский Союз. Таким у тебя уже не было. На тот момент... Подождите, подождите. Одно дело не было у кого-то, а другое дело голосование людей. Когда он шел в бюллетене, принимал решение лично, 60 миллионов человек. И было замаскировано ликвидация СССР в голосовании 93-го года через механизм отмены Российской Конституции, которая по своему решению, еще, кстати, принятому после референдума в 78-м году, по-моему, утверждала российскую РСФСР как часть СССР. То есть был ликвидированный СССР, на самом деле, решением людей, а не решением Горбачева. Но здесь и сама суть. То есть если люди пришли голосовать уже за суверенную РФ, Российскую Федерацию, которой не есть часть СССР, то принимая участие в этом, они фактически подписывались под тем, что они отказываются от... Это с одной стороны, да. Но с точки зрения правовой, мы же о правовой механизме говорим этот момент. Теперь, конечно, это был расстрел Белого дома, и люди рассматривали Конституцию как некий способ, ну, так пропаганда говорила, не развязывать гражданскую войну. Не некое урегулирование ситуации, да. Но ценой сдачи своего отечества. И надо понимать, что сама логика Конституции, мы живем по этой Конституции. Вот если кто-то думает, что это какой-то документ, знаете, второго плана, это документ главный, это архитектура нашего здания. 4 тысячи законов все написаны на базе этой Конституции. И давайте по сути, если мы за время действия этого Конституции, допустим, в экономике упали в 14 раз, в 14 раз, ну, понятно, что этот документ лежит в основе снижения жизненного уровня нашей нации. Так все-таки, почему люди проголосовали? Я в том смысле, что получается и сейчас, ведь, допустим, предположим, что если мы вносим поправки в Конституцию, как вы все уже выяснили, внести их нельзя, нужно принять только новую Конституцию. Это опять могут быть все облапошены тем, что под видом, как с ювенальной юстиции, под видом изменений, допустим, двух поправок, которые говорите вы, внесут еще несколько в другие пункты или напишут новые статьи. Вы документы какие-то когда заполняете, вы же смотрите, что вы пишете, подписываете договора с банками, заполняете какие-то у нотариуса. Это решение еще более важное. То есть, вы формируете будущее своего государства, то есть, вы говорите, не разберутся, отлично разберутся. Почему тогда-то не разбирали в 93-м? Почему? Я вам скажу, потому что недооценили. А в чем не разобрались, извините. Не дооценили. Но хотя бы в сути, вот пунктов, которые мы сами сейчас... Не доценили отражающие события, потому что я жил тогда и работал, и политикой занимался, хоть и на областном уровне, и нас Ельцин распустил, как депутата Ленинградского областного совета, например. Естественно, незаконно. И понятно, что люди тогда просто не понимали, что они участвуют в предательстве своего отечества. И вот этот фактор... То есть, привыкли жить, как у Христа за базу. Мы думали, что за них будет дядя решать. Дядя будет решать, дядя депутат, дядя президент Ельцина. Вот они все решат за нас. С какой стати? Люди заказали эту конституцию, по которой мы сейчас и живем, и заказали то падение и катастрофу, которая сопровождает архитектуру нашего здания с точки зрения тысячелетней России. Потому что с точки зрения, как тысячелетняя Россия, допустим, в области экономики, вы знаете, на каком мы уровне сейчас? Вот в конкуренции наций. На уровне Ивана Грозного с точки зрения нашей истории. В конкурентной борьбе наций. А по территории, если мы говорим о Советском Союзе, ну, понятно, что любое отступление территориальное – это сдача национальных интересов. – Великой Георгиевич, вы читали тогда, как вы считаете, люди конституции, это было осознанно, так принятие решения? – Некоторые читали, может быть, некоторые нет. Но я хочу сначала согласиться с Игорем Георгиевичем о том, что мы находимся в тяжелом экономическом положении, и наш национальный доход, ну, примерно, доходы бюджета, примерно, находятся на уровне доходов Норвегии. Примерно, Норвегия – это где-то 20-е место. Но это за последние 16 лет, надо уже так отсчитывать. Так вот, конституцию… – За последние 26 лет. – 26? – Ну, в сравнении с 91 годом. – Ну, я вам скажу, что конституция менее всего виновата в том, что у нас вот такое тяжелое экономическое положение. – А кто? Ну, давайте пункт АСБ. – Власть как раз… – Власть у нас сейчас практически игнорирует конституцию, и это легко доказать. – Если вы это докажете, то кто-то сядет в тюрьму. – Я думаю, что… – Дайте с примерами. – Ну, да, вы же власть обвиняете в том, что… – Ну, с примерами. – То есть, вы сейчас сказали, что власть занимается антиконституционными делами. – Назовите, кто конкретно, кого сажать. Пишут депутатский запрос немедленно. – Не обязательно. Зачем сажать? – Вот, например, счетная палата. – Антиконституционное преступление. – Главный смысл конституции – это ограничить власть, чтобы она не была сосредоточена в одних руках. Реальности, вот в этом идея всех конституций. – А как это? – И вторая идея – немного хоть как-то гарантировать права человека, в основном связанные с судебной защитой, но и другие тоже, скажем, свободу слова, свободу совести. Вот цель конституции. – Так. – Хоть как-то предотвратить сосредоточение в одних руках и гарантировать ряд гражданских прав. – Как может быть власть, когда она не… – Во-первых, у вас дома кто глава семьи? – Во-вторых, у самого сосредоточения. – А что тут плохого? Ну, сосредоточение в одних руках. Мы жили в стране полторы тысячи лет, где была сосредоточена власть в одних руках. Создали самое большое в мире государство на этой базе. – Ну, если вы, в принципе, за то, чтобы вся власть была в одних руках, чтобы был авторитарный режим, вам действительно конституция не нужна. Потому что конституция, на самом деле, она именно нацелена на то, чтобы власть была распределена между органами власти. – А когда они между собой тогда будут? – Вот кто задает тогда… – Кто-то должен указывать, куда идти? – По конституции есть разделение властей. Разделение властей. Парламент должен издавать законы и контролировать исполнительную власть. Исполнительная власть правительства… – А какие законы? – Выполняет. – Исходя из какого цели и полагания он должен законы писать? – Это решает сам парламент. Это его воля. И он не должен быть игрушечным, не должен быть как бы карманным для правительства, для президента. Президент обычно связан с исполнительной властью. И в нашей конституции президент фактически глава исполнительной власти. То есть, есть ещё судебная власть, которая никак не должна зависеть от исполнительной власти. Да где напишите, что президент – глава исполнительной власти? Там в положении Liebe, там нет слов. Глава государства. Глава исполнительной власти, председатель правительства. У него обширные полномочия в области исполнительной власти. Где написано об этом? Какие обширные полномочия? У него полномочия не больше, чем у меня. Или у вас. Он назначает всех министров? И что? Это и есть. По процедуре А должен назначать премьер-министр С вашей точки зрения Есть разные формы правления В нашей форме правления президент назначает По представлению премьер-министра Чтобы было правильно представленная бумага Он же их не берет из головы Президент назначает еще судей районных судов По представлению Судов Это техническая функция Он подписывает как и верительный грамотный послов Это не техническая функция Какая же есть у президента Германии Никто даже президента Германии никогда не обвинял В том, что это власть Он подписывает тоже те же бумаги В чем тут такая особенность Конституция строится на разделении властей То есть на самом деле вот в этом главная мысль Если одна власть Всю подгребает Под себя все полномочия То действительно возникает опасность Что будет диктатура Давайте конкретно коснулись экономики и разделения властей Центральный банк живет сам по себе Кошелек в вашем кармане висит на цепочке Независимо от вашей Который ни за что при этом не отвечает А 74 или 75 Независимо от Центрального банка И отсутствие ответственности Центрального банка За ситуацию в стране вообще Кроме курса рубля В Китае за ВВП, за безработицу В Штатах 12 пунктов ответственности А это кстати разделение властей На самом деле должно быть прописано Только то как назначается Председатель Центрального банка Он назначается думой по представлению президента Вот собственно все Есть закон о Центральном банке И там написано, что он филиал иностранной организации Прямо написано Ну почитайте вы текст Ну что же вы спорите не прочитав О чем мы говорим вообще Закон о Центральном банке Прямо пишет, что он является депозитарием МВФ То есть филиалом иностранной организации Прямо в законе написано Против совершенно нелепых вещей Ну мне просто нечего сказать Нет, ну что значит депозитарием Ну написано там Написано там Ну написано, что Центральный банк является филиалом иностранной организации Депозитарием Ну написано по-русски Ну хоть тут тресни Ну так прописано все Давайте через 2 минуты А я пока найду Да, пока поискать Тут там 49 пишет У нас и к приватизации привлекались американские эксперты И результаты Про кого там президент говорил Что за спиной стояли Именно поэтому Бострикин назвал это Правой диверсией Что мы обязаны выполнять решения Иностранных специализированных учреждений Вот сейчас мы подаем к 15 Смотрите собственно Закон о Центральном банке Статья А4 Банк России выполняет следующую функцию Пункт 18.2 Является депозитарием средств МВФ В валюте Российской Федерации Осуществляет операции сделки Передусмотренными статьями Соглашения МВФ И договорами с МВФ Как это такое? Кто такой депозитарий? Нет, ничего такого Тот, кто хранит Ну филиал Хранит по правилам Действительно похоже Под контролем Под контролем Это и есть филиал Охот это по-русски Так и назвать Ну тут просто Центральный банк наш Это центральный банк суверенного государства На самом деле он выполняет волю У нас в Конституции не написано Что мы суверенное государство Президентой думы Но при этом сохраняет долю независимости Суверенностью любого государства Ну скажем Эмиссию он выполняет Подождите Ни президента, ни думы Он не может Указано, что он независим Ни от президента, ни от думы Эмиссию он может осуществлять Только по собственному решению По собственной воле Как это? Как это? Конституция имеет высшую Это же экономика То есть Например Государство может Сформулировать В лице властей Какую-то экономическую программу ЦБ скажет Мне не нравится Я ее Я не могу сказать, что не нравится Если он скажет Нравится Так это будет нарушение На самом деле Просто прочитайте У вас все в конституции написано Я думаю, что Центральный банк Я уже против централизации Центральный банк независим Но, конечно, он отчитывается Свою деятельность Не передумай 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 Это вообще анекдот Передумай Дума принимает решение О принятии отчета Не согласование отчета А просто О поступлении отчета в Госдуме На уровне к цели А вот вы лучше обратите внимание Еще на счетную палату Вот вам нравится Как она сейчас формируется? Вот видите Вы все время куда-то уводите от судьбы Почему? Это та же самая тема А суть такая Счетная палата Это сугубо парламентский орган По конституции Его формирует Совет Федерации И Государственная Дума А в чем ее ценность-то? Она проверяет Как исполняется государственный бюджет Ну, то есть Сколько потрачено На тот или иной Объект недвижимости Сколько потрачено Управлением делами президента Сколько потрачено На военную кампанию Центральную банку Запрещено кредитовать даже государство Не имеет права по закону Кредитовать государство И вообще не отвечает За экономику страны Государство не может вообще От своих денег даже выстраивать Счетная палата проверяет Насколько правильно и точно Исполняется бюджет Куда ушли телены и бюджетные Давайте к конституции Вернемся смотреть 13-15 статья Какую? 15-ю? Давайте, Евгений Алексеевич Выходили 15-ю 15-я статья Предписывает Приоритет Так называемых Ощепризнанных Принципов и норм Международного права Единственное Кто в Российской Федерации По конституции Может разъяснять законодачество Это судебная система Как вы знаете Не президент Не депутат Разъяснение Разъяснило А именно Действующее постановление Пленного Верховного Суда Номер 5 2003 года Разъясняет Что решение Что это означает Что решение Специализированных Международных учреждений И там переписаны Кто они Не ООН И других Там сказано Вообще любых по сути Для Российской Федерации Обязательны С точки зрения текста Содержание смысла Законов Деятельности Исполнительной Законодательной власти То есть Эта статья ставит Полномочия Верховного командования Российским Стратегическим курсом На иностранные Специализированные учреждения Именно поэтому Вот вы упомянули Про советников В 90-е годы Поэтому сегодня В российских министерствах И ведомствах Работает до 10 тысяч Американских советников Которые Собственно и осуществляют Курс управления страной Слушайте Я не знаю Это вы серьезно говорите Вы не знаете Вы не знаете А вы изучите свою страну Потому что так работает Наша система власти А в Думе у вас это много Как депутат Скажите мне А вы думаете Почему у нас 14 раз Упала экономика И по 7 процентов Падает ежегодно У меня есть свое мнение Просто так Что мы имея Треть мировых богатств Получаем 1 процент Мирового дохода А всего лишь 25 лет назад Назаду Очень громко звучало Такой пункт Сейчас, Олег Горис Секунду Сейчас прокомментируйте Такой пункт Они у вас в Думе Оливер Вуман Прайс Ветерхаус А Дума Если вы к институции Прочитаете Принимает законы А не разрабатывает А разрабатывает законы Как раз в министерстве Ведомств Где они работают Хорошее слово Слушание Мне очень нравится Чтение Чтение Причтение Госдума может только Принять Не принять А разработку закона Осуществлять Вот эти самые Американские советники Вот этот пункт Который мы обсуждаем 15-я статья Сейчас Четвертый пункт В других конституциях Есть в Конституции Соединенных Штатов Америки Такой пункт присутствует Пункт 15-я статья Существует только в 12 Конституциях мира Которые включили После параметра Это Германия Общепризнанные Дайте прочитаю Хотя бы Даже в Украине Такой пункт Договоры Российской Федерации Это не важно Только нормы международного права Они регулируются Как раз Постановлением Пленного Верховного Суда Номер 5 2003 года Для наших слушателей Общепризнанные принципы Это договоры должны исполняться Там не договоры Договоры и После слова и идет договоры Вот самый главный Общепризнанный принцип Вас интересует Каким можете Причислить Да Постановлению Пленного Верховного Суда Все решения Иностранных Специализированных Учреждений Рассматриваются Как общепризнанные Принципы Нормы международного права Не важно Что вы об этом думаете Важно Что вы об этом думаете Американские советники Российский Верховный Суд Я не знаю Что вы цитируете Я цитирую Постановление Верховного Суда Это на самом деле Не имеет отношения К тому что мы сейчас обсуждаем Именно об этом Потому что это разъяснение Общепризнанные принципы Это очень общие вещи Ну например Договоры должны исполняться Это где написано То что вы сейчас говорите Это то что Принимается Как бы называется Ну Без документов Трактовка термина Общепризнанные принципы Где указано Что понимать Под словом Общепризнанные принципы Вы это понимаете Я другое понимаю А Верховный Суд Написал Российской Федерации Что конкретно Под этим понимать Под этим Довольно Есть обыкновение Международного права Договоры должны исполняться Государственные должны Нападать друг на друга Это вы так считаете Или это где-то Юридический документ В основном Это записано В уставе ООН Да где Причем это устав ООН Да Там перечислены Вы почитаете Важнейшие принципы Уставы ООН Но не хотите читать Вот вам рассказывают Как работает государственная власть А вы не хотите ее изучать Это есть общепризнанные Принципы международного права Смотрите Объясните мне Объясните мне 2 сентября 2014 Вы хотите Чтобы мы вышли из ООН что ли Я не хочу Чтобы мы вышли Я хочу чтобы мы Как и все страны мира Не подчинялись Иностранным чиновникам На нашей территории Илья Георгиевич Объясните Стойте Я прочитаю 2 сентября 2014 Это ситуация Когда Крым Воссоединился в Россию И нас начали давить Американцы Прямо Статью читаем Центробанк Меняет систему управления Рисками Все опасности Последствий Американских санкций Для России Для регулятора Просчитает компания Из Откуда вы думаете? У Ливер Вумана Вы не зашли догадаться Из Соединенных Штатов Да Последствия американских санкций Для Центрального банка Будет считать Американской компанией Я вам читаю дальше Банк России Просчитает к разработке Новую систему управления Рисками Из распоряжения Номер Р-601 Которое подписано Председателем Центрального банка Эльвиры Набиульной Согласно документу Разрабатывать Системь будет С привлечением Российского председателя Американской компании У Ливер Вуман Американская компания В Центральном банке Занимает какой-то этаж Для того, чтобы сидеть И консультировать Центральный банк Я не знаю Коллеги По борьбе с американскими санкциями Это как? Прогласите Российскую Я думаю, что это какая-то Не имейте права Думаю, это какая-то Квалифицированная Юридическая компания Я не знаю И наверняка Это было согласовано Она квалифицирована Конечно И наверняка Российских не было Квалифицированных Ваши никого Это было согласовано С администрацией президента Сто процентов Это сто процентов Дело не в этом Я уверен Я уверен Абсолютно То, что была приглашена Иностранная компания Для оценки этих рисков Было согласовано С администрацией президента Сомнений нет И вы это знаете Господа У нас остается две минуты Давайте каждому По минуте На вывод Вам она безразлична Нам важна жизнь А это и есть жизнь Самое важное в Конституции Это то, что там зафиксированы права Гарантии какие-то Гарантии, скажем От несправедливого преследования От внесудебной расправы В этой части у нас Претензий к Конституции нет У нас претензий К колониальному статусу К Конституции Слава Богу Но еще раз Гречь идет О статьях Которые награды Только в 15 статье Есть буквально Во всех государствах мира Вот это признание Общепризнанных В США Вообще нигде нет Есть 12 Конституций Но я вам говорю Для вас Среди штатов Национальное государство Национальное законодательство Важнее В США Точно так же Даже международные договора Конституции США Стоят ниже Национального законодательства США точно так же Общепризнанные принципы И точно так же Признают нормы Международного права Частью Это все Абсолютно Идеология Несколько секунд Идеология Нужна Или вы считаете Что пункт Нужно не трогать Два слова 13 статья Общегосударственная идеология Конечно не нужна Просто опасна Обязательная Или общегосударственная А у вас дома есть идеология Ну как можно Хоть один законный Писать без идеологии Хоть один У меня дома Да Ну вот у вас дети Или семья Вы как В какой-то Семьи ценности Вы живете Или у вас Дома демократии Наверное Христианские Ну а как чиновник Жить Когда законы пишут Но это не идеология А что чиновник Любой закон Это идеология Если нам запрещено Депутатам Иметь идеологию Как государственным органом То естественно Эта идеология Будет замещаться Иностранными Специалистическими Учреждениями Что и происходит Вы праве иметь Свою собственную идеологию О чем речь Слушайте Я депутат Я вам говорю Как работает механизм Реально Вот как он работает Работает в нашей жизни Почему у нас Падение жизненного уровня И так далее И прочее У нас была не идеология В течение 70 лет Во всех странах она и есть Не поверите Мы стали страной Сравнимой Вот на начальнице Это означало Что у маленькой группы людей Есть право делать все что хотят К сожалению Все время вышло Спасибо что прошли Илья Шаблинский Евгений Федоров Мы к вам через 5 минут Продолжение следует